Ах, черт, мы снова идем. В принципе, огнище. Австралия, неплохо. В принципе, даже неплохо, хочу я сказать. Вы бактерия, для победы вам нужно развиться, распространиться по всему миру и уничтожить всех людей. Ваша болезнь поразит нулевого пациента в наугад, выбранной в стране. Наверное, правильнее было бы написать в выбранной стране наугад, или в стране, выбранной наугад. Но точно наугад не в самом начале должно стоять. Но не важно, не важно. Машинный перевод, вы сами понимаете. Щелкайте оранжевые пузырьки. Это все понятно, это все логично. 14 поинтов у нас есть. Сразу выбираю воздух, потому что Австралия довольно засушливая страна. И с самолетами было бы неплохо, чтобы отсюда начала переноситься наша болезнь по всему миру. Массовая паника вокруг 3D-напечатанной соковыжималки. Новая роботизированная соковыжималка запрещена в 17 странах после доклада ООН, в котором было подчеркнуто ее глубокое тревожащее поведение. Власти пытаются пресечь распространение CAD-файла. Хе-хе-хе. Нормально. Соковыжималка захватит мир. Это да. Австралия. На самом деле, неплохой выбор. На самом деле, очень даже прекрасный выбор. Что мы знаем про Австралию, дамы и господа? Австралия хорошая страна, довольно развитая. Жить там можно, если вы не боитесь змей, пауков, аллигаторов, кубомедуз, акул и всего, в принципе, живого, что может вас убить. А так, да, так вполне даже годная страна. Почему и нет? Почему бы и нет, как говорится. Я надеюсь, что люди там как-то приспособились к этому. И, в принципе, в городах, в больших городах более-менее безопасно. Симптом анимея мутировал, нам это не нужно. Нам это, ну вот, совсем не нужно. Давайте устойчивость к лекарствам возьму. Австралия страна богатая, что быстрее заражалось все. Нужно прокачать устойчивость к лекарствам. Западная Африка оправляется после урагана. Тут умерло людей больше, чем заражено у меня из-за этого урагана. Вот. Помню, смотрел, помню, смотрел по дискавери какого-то мужика, который ездит, там змеи ловит. Если кому-то домой змеи заползают, ему звонят. Он приезжает, ловит их и там во всякие заповедники или в леса выпускает, чтобы там случайно змею не убили, чтобы змея никого не убила. И был он в Австралии. Блин, кого он там только не ловил, на самом деле. И каких-то крайтов, и каких-то гадюк, и щитомордников, если мне память не изменяет. Просто жесть. Австралия празднует фестиваль любви. Найс, просто 2700 на 13000. Это в среднем один человек, зараженный пятерых, перецеловал. Очень даже неплохо. 13 очков ДНК у нас есть. Устойчивость к теплу я прокачаю, чтобы Австралия еще быстрее пошла. Мне нужно как можно быстрее, чтобы наша болезнь начала распространяться по всему миру. Симптом тошнота мутировал. Этого нам не надо вообще. От меня именно два очка ДНК. Даже возвращают за это. Это не вирус тут. За отмену у тебя очки не снимают. Тебе их просто добавляют, и меня это радует. Вот, да. Мужик ловил просто всех. Всех, кого не... По-моему, даже игуан каких-то ловил. Позвонили, сказали, игуана заползла. Он такой, ну окей, приеду, помогу. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о. Спокойно, ребят, спокойно. Красиво. Вот пошла, пошла вода в хату, как говорится. Давайте устойчивость к холоду, пожалуй. Да, почему бы и нет. Индия и Китай. Из круга вылетай. Япония тоже. Хорошо. Так, ну Азия и Океания должны, в принципе, первыми подвергнуться заболеваниям, потому что очень близкий очаг распространения, кораблики плавают. Но я смотрю уже и на Северную, и на Южную Америку, и даже в Англию прилетела наша болезнь. И начинает рассказывать всем, что люди неправы, что люди должны болеть, а не быть здоровыми. А то, что это так? Что это такое? Почему это все здоровы? В Азеландии заболело тоже хорошо. Хорошо, ускоряемся, ускоряемся. Вот. Но тот дядька, который вот змеи ловил, он на самом деле жесткий не только потому, что он всяких ядовитых тварей ловит, а потому что у него... Ну, я надеюсь, что это не просто красивая история, а что это на самом деле правда. У него аллергия на инъекции против яда. То есть есть же антидоты. У него аллергия на составляющие этого антидота. И не дай бог, что-то его укусит. Это было бы, наверное, просто максимально обидно, что ты как бы можешь принять антидот. Но по факту может случиться какой-то анафилактический шок или что-то типа того. Это нужно быть на самом деле фанатиком, чтобы идти в серпентологи. Ты должен любить прямо этих змей, чтобы спасать их. Ну, по факту, да, он спасал не только людей от змеи, а и змеи от людей. Симптом тошнота мутировал не надо. Не помню, как называлась программа, но я думаю, если загуглить Discovery, чувак ловит змей, то вы ее найдете, если вдруг кто заинтересовался. Так, ускоряемся, ускоряемся. Ускоряемся. Что у нас тут? Ну, нормально, нормально. Южная Америка уже, в принципе, вся заразилась. Сейчас интересует меня Норвегия. Для того, чтобы потом болезнь перекочевала в Гренландию. Нужно, чтобы все хорошо... Ой-ой-ой-ой, красиво. Заразнее ВИЧ. Наша болезнь Пи. Отлично. Динамика очень даже положительная, но это из-за Азии, потому что Индия практически полностью заболела и Китай. Сейчас как пойдет, здесь сразу на двоих 3 миллиарда. Что, представляете, в этих двух странах 3 миллиарда людей живет, если не больше. По-моему, 1,6 и 1,5, соответственно, в Китае и в Индии. Почти половина земли в этих двух странах. Так, а очков-то у нас много, на самом деле. Что-то бы распространить. Давайте водичку вторую я вкачаю, потому что, да, и заранее genetic cardening. Сложнее, сложнее, чтобы все развивалось у ученых. Когда они обнаружат... Ой, Норвегия, красиво. Ой, Исландия, вообще тоже замечательно. Карибы тоже хорошо. Марокко заболело. Так, ну осталась у нас стойкая Украина. У нас осталась стойкая Центральная Европа. Норвегия. Финляндия и Гренландия. Окей. Ну, в принципе, это быстро. Сейчас кашель мутировал мы его. А, отменяем. Зачем нам кашель? Не надо, не надо, не кашляйте. Норвегия, 28,30. Индия оправляется после урагана. Понятно. Украина. Центральная Европа. Прибалтика. Швеция осталась. А вот и Гренландия. Ожидается очень большая эмиграция птиц. Птиц я не качал. А нет, качал. А нет, очень даже качал, да. Замечательно. Так, все. А все. Подождем немножко, чтобы тут людей побольше заразилось. Потому что, если сейчас пойти резко в убийственную симптоматику, окажется, что люди начнут умирать раньше, чем будут новые заражаться. Кашель пока отменим, пожалуй. Не нужен он нам, этот кашель. Швеция тоже очень мало пока. Из 10 миллионов 300 человек это несерьезно. Даже в Гренландии больше. Нужно хотя бы тысяченку-две, а потом можно уже дальше. В Гренландии 56 тысяч человек. Очень мало людей в ней живет. В основном вот так по периметру водной территории юга. В Гренландии 105 очков ДНК у нас не прибывает и не убывает. Хорошо. Ну, я думаю, можно уже идти в заразность. В заразность, в симптоматику, в летальность. 125-130 тысяч человек. Симптом кашель мутировал. И вот мы с него сейчас пойдем веточки развивать. Чихание возьмем. Подавление иммунитета возьмем. Отказ органов. Бум. Пневмония. Отек легких. Рвота. Диарея. Ну и тошноту до кучи просто так. Новая серьезная болезнь все распространяется. Группа ученых из страны Кореи обнаружила новую болезнь Пи. Япония. Первая смерть от болезни. Ой, хорошо. Ой, это хорошо, да. Щелкаю эти пузырьки. Я это прощелкаю. Так, замечательно. Вроде заражаться успевают. То есть умирают они не быстрее, чем заражаются. Это радует. Погибло больше людей, чем от испанки. В Швеции убивает болезнь очень быстро, в смысле? Нормально она убивает. Заражаются они. Не надо меня пугать. Игра. Игра, успокойся. Так, лихорадка. Или дизентерия. Дизентерия, конечно. Она и заразности. Летальность дает очень даже неплохую. Мексика начинает работать над лекарством. Ага, там уже весь мир на 22% лекарства сделал. А Мексика такая, ааа, мы тоже присоединимся. Умирать-то не особо хочется. Исландия в стране началась разруха. Жаль Исландию. За Исландию прям обидно и грустно. Но что делать? Кому легко. До свидания. Бацвана в стране, анархия. Ну, в принципе, сценарий легкий. Опять же, зависит от того, как повезет. Комбо фонтанирующей рвоты у нас появилось. Кому как повезет, с какой стороны начнете. Но, в принципе, если откатывать на бактерии симптоматику, то пройти можно. И накопить нужное количество пойнтов для того, чтобы потом просто бахнуть так. Пум. И все. Быстро всех устранить. Последние 5 миллионов человек остаются. Но им уже вряд ли что-то поможет. Центральная Африка перекрывает возоснабжение. Вы очень вовремя. Прям вот, чтобы последние люди от жажды сдохли. И так уже все. Дайте людям хотя бы водичкой насладиться. Кашель и понос приводят к нежелательным инцидентам. Комбо ой. И фонтанирующая рвота. И ой. И панки хой. Победа наша. Что? В смысле? А где? В смысле вы выжили? Кто? Это было самое тупое поражение, наверное, мое. Максимально тупое. Как? Где люди выжили? Нет. Я хочу докрутить просто до конца. Посмотреть, сколько здоровых осталось. Незараженных. Что это за бред сейчас произошел? Я был уверен, что заразились все. Офигеть. Офигеть. Это... Это просто максимально тупо вот так проиграть. И вот правило, которое я сам нарушил. Никогда не радуйся раньше времени. Никогда не радуйся, пока ты не победил. Я начал радоваться до победы. И вот что произошло. Нет, мы сейчас переиграем, конечно. Но это ж просто кобзда. Сколько здоровых? 7. А где они остались? Где эти твари засели? 7 миллионов? Это довольно много. Заново. Пи. Огонь. Ну, откуда? Колумбия. Офигеть. Не, ну это да. Это мой косяк. Потому что я не уследил за заразностью. И слишком сильную летальность дал. Это проходилось вообще легко. Ладно, типа не проблема. Сценарий-то несложный. Нужно быть просто более внимательным. В отличие от меня. Когда будете проходить, просто будьте более внимательным. Я вот тут заболтался за чувака-серпентолога. И за то, как живут люди в Гренландии. И вот и все. Отвлекся. Но это не оправдывает невнимательности моей. Ужас просто. И обидно-то как. Невероятно обидно. Колумбия тоже выбор неплохой. Потому что в стране довольно много людей. Пиза рожает людей тысячами. В Колумбии 94 миллиона человек, между прочим. Ну, тут не только Колумбия. Тут еще Венесуэла. И всякие французские полинезии. А вот страна Бразилия нас уже больше интересует. Потому что тут есть порт, аэропорт. Все красиво. 28 очков у нас есть. Давайте я птичек возьму, прокачаю. И устойчивость к холоду, пожалуй, тоже. Отлично. И заражает все больше стран. Обидно. Симптом тошнота мутировал. Нужно быть так. Я сейчас, может быть, что-то еще буду рассказывать. Но буду все равно стараться быть более внимательным. Тошноту нам не надо. Спасибо. Спасибо. Заразнее ВИЧ. Так. Центральная Америка и Мексика это тоже неплохо. Потому что тут есть порт. В Мексике есть аэропорт и порт. Это может куда-то дальше распространить нашу заразку. Боливия, Бразилия. Новая программа помощи бедным странам. Не надо, не надо, не надо. Не сегодня, ребят. Не надо. Зачем? Вы хотите, чтобы бедные страны перестали болеть всякой хренью? Китай, Англия. Для Англии нужно... Ой, не-не-не-не-не. Не откатываю, не откатываю. Вы что? Вы что? Чу? Не надо. Так, ну Колумбия все. Колумбия пала. Симптом тошнота мутировал. Та тошнота никак не успокоится. Господи Иисусе, остановись. Окей. Китай. В меню Мир имеются ценные данные. Да я знаю. Спасибо большое. Игра. Я надо как-то уже один раз за тебя отключить. Все эти основные подсказки, которые в самом начале вылезают. Канада. Отлично. Давайте второе у меня. Ага. Устающаясь к Морозу 15. Второе нужно. Понял. Понял, понял, понял. Понял, не дурак. Так, есть. Отлично. Хорошо пошло. Что там по миру? Европа и Центральная Северная Африка плюс Индия и Океания. Понятно. Ожидается очень большая миграция птиц. Я птиц качаю. Да, вон птички, птички. У какие птички? Птички у нас прокачаны. Мы-то знаем, что с птицами кашу сварить можно. Индия тоже. Симптом тошноты меня заколебит. Уже. Так. Индонезия. Новая Гвинея. Ничего себе. А что так? А что мы такие здоровые? И Филиппины. Вот. Вот. Присоединяйтесь ко всем. Что вы как неродные? Новая Зеландия тоже неродная. Прям не хочет болеть. Гляньте вы на нее. Норвегия. Вот и Филиппины. Новая Зеландия. Все красиво подъезжает. Украина есть. А в Европе что это осталось? Балканы. Балканы и Польша. Балканы и Польша. Ну и Скандинавия. Тут Финляндия, Швеция. Про них-то я даже молчу. Потому что их довольно сложненько заразить. Они ребята здоровые. Особо друг с другом не общаются. Вы знаете эту историю про то, что там скандинавы живут в 7 километрах друг от друга. И если нужно зайти к соседу, то подходит там не ближе, чем на 1 километр. Иначе достаются ножи, дробовики и прочее-прочее. Убийственная утварь. 103 очка ДНК. Пожалуй, раз. Пожалуй, два. Сразу заранее. Так. В этот раз я такой ошибки не допущу. Симптом с сыпь. Я удивлен, что не тошнота. Тошнота очень сильно хочет вырваться наружу в сегодняшних партиях. Но у нее пока это не выходит. Новая Гвинея. Отлично. Тайна Олимпиады в Рио. Езжайте, езжайте на Олимпиаду. Конечно. Весь мир пригласите к себе. Особенно гренландцев. Вот. Говорю же. Швеция, Финляндия. А все, да? По странам. Да, все. Ждем. Просто ждем. Аккуратно. Методично. Исландия пострадала от наводнения. Бедолаги. Просто методично. Ждем. Я терпеливый. Я как варан. Симптом аниме мутировал. Не-не-не-не-не-не. Спокойно, хладнокровно. Ожидаем. Пока вы тут перезаражаетесь все. А то опять мне такой сюрприз подкинете, что... Что аж игру захочется удалить от нервишек. Хотя игра-то не виновата. Но на кого-то же нужно вылить. Гнев праведный, православный. Давай, Гренландия. Огнище. Швеция. Финляндия. Канада. Хорошо идет. В Финляндии сколько человек? 5,5 миллионов. В Швеции практически в два раза больше 9,5. Резко как покраснело. В Норвегии 5. Швеция самая густонаселенная. Даже не так. Количественно населенная. Густонаселенная она может быть и не самая. Сыпь мутировала. Ну давайте, давайте. Пока так. Чтобы перезаражались все. Новая легкая болезнь все распространяется. Аргентина первая смерть от болезни. Поражение кожи. Заразность как дает. Ой, Некроз замечательный. Просто заразность тоже великолепная. Так, я слежу за вами всеми. И за динамикой заражения. Так, секунду, смотрим. Вот это сразу. Чик. Пи убивает очень быстро. В Центральной Европе. И что? Нет. Да хватит меня пугать. В Центральной Европе она убивает быстро. Потому что все заражены уже. Россия лидирует в разработке лекарств. Сейчас спутник Вейз обретет. Не иначе. Так. 29 очков ДНК. Геморрагический шок. Все. Все. Все, 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 все. Все, 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 все. Новая Зеландия. Так. Давай, Новая Зеландия. Не подводи меня. Ты последний остался здесь. Люди живые. Мне нравится, Новая Зеландия закрывает наземные границы. От кого? От Ктулху? В мире не осталось здоровых людей. Все. Вот так-то лучше. Вот так-то лучше. Внутреннее кровотечение, опухоли. Держите. Все. До свидания, дамы и господа. Япония в стране анархия. Вам это надо? Вы уверены? Анархия, мать, порядка, считаете? Быть может, быть может. Но вряд ли поможет. Так, со второго раза, хотя должны были с первого, но ничего страшного. Справились мы с вами. Вот, опять же, повторюсь. Сценарии не сложные. В зависимости от того, в какой стране вы появитесь, те или иные вот эти самые штуковины устойчивости вы будете качать. Но, тем не менее, пройти можно. Нужно быть просто более внимательным, а не долбиться в глаза, как это делал я. И все у вас получится, дамы и господа. Я вас уверен. Просто максимально. Не надо тут это самое изобретать ничего. Придумывать. Просто берете и проходите. Все будет красиво. Победа! Пи успешно уничтожила всю жизнь на земле. Великолепно. Меня это безумно радует. А следующий у нас сценарий будет. Новые органы. Прогресс медицины позволил создать искусственные органы. Замена органов увеличит продолжительность жизни. Неужели нас ждет бессмертие? Прям киберпанк? Да? Не иначе. Но на него мы будем смотреть в следующем эпизоде. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ссылки на которые будут в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся в следующей серии прохождения плагин и в других играх. Всех обнял.